Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Я постараюсь видео сделать короткое. Смысл его дать рекомендации ребятам из комментариев. Видео вы посмотрите, оно будет в описании. Здесь, кроме того, что мы делаем в школе, я представил свой подход. Который я использую в школе. И сейчас мы заострим внимание на чем. Вот смотрите, например... Майпос парня зовут, но его комментарий может быть полезен очень многим людям. Так а что новичку остается, кроме как вначале копировать код за автором обучающего ролика? Просто нужно не просто копировать, а копируя разбираться, почему было сделано так или иначе. А потом понемногу пытаться самому создавать мелочи, но без подсказок. Насывание своего понимания. Я... Вот здесь заложена ошибка. Мое дело не переубедить данного парня, да? А просто сказать, что можно изменить подход и пусть он попробует, да? Я написал такой комментарий. Каждый делает, как понимает. Именно поэтому мало людей пишут реально. Ну, прочитайте к видео комментарии. Из этого ролика вполне понятно, что Майпос просто хочет услышать какую-то другую еще точку зрения, узнать больше. Сначала я записал несколько ответов, как это происходит в школе. Но сейчас дам несколько практических рекомендаций для всех ребят, которые ищут, как начать писать код. Только реально совершенно, да? И человек совсем новичок. Давайте сначала я нарисую такую простую вещь. Вот пусть будет ось, да? Определенная. Мы можем развиваться вот так. Мы можем развиваться вот так. Большинство людей развиваются вот так. И вообще вниз ходят. Вот такая вещь. Прямая, которая идет от нуля и постепенно вверх. В жизни этого не происходит. По одной простой причине. Скорее всего. Сейчас в реальности посмотрим. Происходит вот так. Вопрос. Когда получается у человека ничего не получается. Он может опустить руки и уйти в аут. Забросить на несколько месяцев или лет программирования, но потом опять вернуться. В школе я прилагаю метод, когда мы начинаем заниматься вот так. Это наиболее существенный метод. То есть, да, вроде мы с нуля, но мы планку подняли отсюда. Мы не потеряем интерес. Точно и у нас будет получаться. За счет чего это получается? За счет того, что человек начинает понимать. Давайте стараться теперь сообразить хотя бы несколько пунктов. Я остановлюсь на конкретных доказательствах. Вот в группе есть парень. Сейчас у него родилась дочка. То есть, он немножко отошел. С дочкой занимается. Вот. Но был период, когда он очень активно работал. Пришел человек с путаницей в голове. Потом он написал, что Валерий мне помог поставить все на свои места. Работа велась разная. Он делал разные задания. Но давайте прочитаем его вывод. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду. Везде что-то передается. Смотрите. Человек занимался много, но пришел к четкому пониманию, что у него уже есть то, что необходимо. От чего можно отталкиваться. Вот смотрите. Майпос пишет. Согласен. Работа с документацией есть основа. Просто не всегда понятно, где и как нужно применять кусок документации. Если у вас есть видео на этом киньте, буду благодарен. С этого видно, что человек пытается научиться работать с документацией, но не совсем понятно, как. Для того, чтобы ответить конкретно на вопрос, я еще буду показывать примеры. Но, значит, смотрите, не всегда понятно, что можно применить. Давайте это нарисуем. В данном случае у нас есть парень. Вот это у нас документация. Его уровень вот здесь. То есть до документации не дотягивает. Не потому, что там он тупой, как я говорю, тупой Босуновский. Почему? Потому что 9 лет не понимал. Поэтому вы все умнее, ребят. А потому, что пока для него не определено, он для себя не определил, а что нужно для того, чтобы начать работу с документацией. То есть документация здесь. Он пытается сейчас делать приложение, которое находится с ним. То есть открывает любое приложение, делает. При этом единственное, что ему понятно, это сама логика приложения. Но почему это происходит? У него вопрос не стоит. Это и есть причина. Сейчас поясню. Вот этот парень, Майпос, да, он поставил вопрос, как? Не всегда понятно, где и как нужно применить. Отсюда сразу я считываю ответ, что вопрос, на который надо было бы ответить, вообще это зачем применить? Зачем? Да, он у него не стоит. Давайте это поправим, постараемся. Покажу на примере, который я часто показываю. Два примера приведу. Возьмем на примере Джанка. Возьмем самую простую вещь. Шорткаст. Это частые функции. Берем избитую функцию getObjectOr404. И ставим ситуацию, когда данный вопрос вообще бы не возник. Почему этот вопрос возник? А возник по одной простой причине. Потому что сначала надо было задаться вопросом, а что читать в этой документации? На что обращать внимание? И если мы возьмем документацию любого продукта абсолютно Python, то что мы увидим? Функцию или метод? То есть, вся куча кода, которая описана в любой документации Python и любого другого языка, опирается на две всего вещи. Функция или метод. Мы можем в этом совершенно не сомневаться, потому что, когда мы открываем абсолютно любой файл, мы видим везде функции или метод. Исправляется банально просто. Если бы в данном случае MyPos уделил бы 3 недели параметрам и проверил бы себя на любом файле исходного кода, то есть считывание параметров на автомате, то у него появилась бы почва под ногами. Почему? Потому что все, что описано в документации, еще раз говорю, это функция или метод. Сейчас я отвлекусь на секунду. Вот я введу еще одно имя. Два имени. Мы должны закончить тем, что какие-то практические шаги в свои торнадо, да, парень? Вот можно про него видео посмотреть, три штуки. Как он рос? Раз видео, два видео, три видео. При этом он застрял на атрибутах, да, сегодня. То есть это единственное, что его отделяет от полноценного написания. Человек гонит три языка. JavaScript, Python и C++. Хотя тем летом он вообще сомневался, что может писать. Уже программы пишет. И расстраивается. Недавно присылает программу. Недавно присылает программу. Вот я написал на Кинтер программу, которая там, по-моему, работает с ГПУ. Разделил ее на три файла. На что-что от меня получил. А ничего удивительного. Это нормально. Но это не программирование. Это его цель писать свободно. Ну да, написал. А я от него что жду? Объяснение, как работают атрибуты классов. Я вижу, что он применяет. Все молодец. Но сейчас его тормозит от написания, от следующего шага. Это разобраться, а что вот это после точки, да. Разделить их в голове как-то. Дать им какие-то значения. Поэтому Дим, свой торнадо. Ну, прекрасно. Полгода назад, если бы это была программа написана, было бы вообще хорошо. Сейчас, сейчас это уже провал. Надо тянуться дальше. Если бы в данном случае вот этот парень очень четко разобрался с параметрами, то первое, чтобы он документации прочитал, это параметры. И у него возник первый вопрос. А что здесь должно стоять под параметром класс? И сразу бы он себе ответил. Да, здесь нужны определенные знания по джанго. Но если бы он дальше пошел и посмотрел кусочек кода, то тут тоже бы не возникло вопросов. Так как видно модель и ПК. И вот здесь возникает следующая проблема у вот этого парня. И проблема озвучивается совершенно просто. Совершенно просто. В данном случае просто у него полностью отсутствует опыт применения функции методов. Его просто нет. Вот этим и очень опасен метод повторения. То есть, смотрите, в данном случае я тоже дам конкретную рекомендацию. Так, сейчас я найду то, что я делал. Вот этот код. То есть, у парня не наработана схема работы с функциями. Потому что у него не стоит вопросом зачем я это применяю. В данном случае он просто применяет, потому что это применяет кто-то из авторов. Хотя тот автор, скорее всего, тоже ничего не знает об этом. Из этого можно сделать первых два совета ему дать. И многим ребятам, которые делают так. То есть, в данном конкретном случае рекомендуется первое изучение параметров. Параметров. Каким образом изучаются параметры? Должны быть достигнуты три вещи. Первое. Считывание на лету. Смотрите. Если бы вот это вот так происходило, считывание на лету, и последовало бы настоящее изучение параметров, то открывая документацию, во-первых, взгляд бы упал на что? На то, что это обязательный позиционный параметр. Иными словами, сразу у нас становится вопрос. Если это обязательный позиционный параметр, значит, он требует передачи обязательного позиционного аргумента, сразу опять возникает вопрос. Но все это моментально происходит со временем. Что а что является этим обязательным позиционным аргументом? И сразу мы видим очень четкий, что здесь непонятного? Модель. Отлично. Тут надо некоторые знания Джанго, я согласен. Менеджер, выборка. Но тем не менее сразу становится вопрос. Если мы видим дальше звездочки одну, две, то есть для нас еще один вопрос открывается. Вот я сразу скажу, что здесь будет поиск. Это сто процентов. Почему? Потому что любые позиционные либо именованные аргументы. И абсолютно правильно. Если мы читаем эту фразу, здесь нам вполне понятно извлечь страницу либо вывести исключение. Если мы возьмем метод get, то в принципе мы и находим, что это поиск. То есть практически. Почему? Просто у меня есть немножко больше опыта. Вот мы видим get arcquars. Абсолютно верно. Поиск мы не можем задать каким-то конкретным конкретной вещью. Почему? Потому что вот допустим открываем вот этот код. Вот тут поиск задан вот так по ID. Где-то будет один элемент, два элемента. Но в результате здесь у него играет отсутствие опыта. Ну давайте логически размышлять. мы дадим потом ему советы что делать другим ребятам. Смотрите вот этого опыта нет по этому документации что он делает. Скорее всего он он не пробовал метод думать не потому что он тупой тупой Бовсуновский запомните а потому что он не делал шаги он не знал шаги он пытается разобраться в коде но зачем этот код применяется в данном случае он принципов не понимает вот что ему надо подтягивать а что понимать принципы я потом еще скажу некоторые вещи да и вот смотрите что получается то есть ведь на самом деле в документации все принципы ну пусть там будет 15 разных принципов но не более того ребята но их нету чистое чистое место да чистое поле а на самом деле если он немножко поработал с функциями давайте-ка мы дальше продолжим да наше логическое размышление счетом нюйту вызов и исключение исключение три вещи которые должны происходить при изучении функций банально просто согласитесь ну вот вызов вот здесь стал бы вопрос но вопрос этот не может стать по одной простой причине да мы дали изучение параметров второе наработка наработка опыта с функциями третье чтение документации здесь можно будет разделить от чего идти как идти в общем грубо говоря будет отвечать что делать это я для себя написал обратите внимание я вам выведу еще одного парня поэтому кому легче лучше приходите в школу так будет проще вам сейчас возьму парня да которого я привожу в пример да он еще не пишет но он делает хорошие успехи фелькин сергей так я наверное неправильно пишу 83 по-моему сейчас найдем вот он работает я часто новичкам говорю вы не копируйте посмотрите что он делает Сергей да он старается у него потиху идет но тем не менее идет вот следующую проблему которую мы находим у этого парня на сто процентов исходя из вопроса это все из одного вопроса просто не всегда понятно где и как нужно применять этот кусок документации дело то нет документации вся документация всех языков абсолютно идентична а в python всех библиотек тоже абсолютно идентична 15 моментов максимум найдете не больше давайте дальше рассуждать как это поправлять дело какое задание я дал когда он разобрался с параметрами я ему дал задание начать работать с функциями он это дело начал делать что отсюда можно сделать вывод какой абсолютно верный вывод первое что на этом этапе надо делать описывать именно это не делают знаете мы я так делал лет первые четыре да и ни хрена не происходило помню с 2008 года с 2012 и так я толком понимал что я не могу писать да там что-то делаю что-то ковыряю пыхчу описывать очень простая вещь если мы сегодня возьмем программистов возьмем там 100 человек будут три описывать а 97 будут смотреть переполнение стека за готовый ответ но так и не научиться думать всегда будут копировать чужой код скажите пожалуйста а как же научиться рассуждать кодом если мы никаким образом код не можем обозвать у себя внутри чтобы с чем-то ассоциировать наверное сначала надо научиться что делать правильно зачем зачем все вот эти вещи делали потому что ребята любой код сначала надо научиться читать поэтому опять пролетает его метод что повторяя за преподавателями что-то там пытаться сделать хотя я не сказал что не делать приложение делать это то что я сейчас рассказываю кроме того что он может продолжать делать писать приложение кроме этого он еще начинает другой поток работы который имеет определенную последовательность определенную стратегию вот как только человек начинает описывать код называть параметры параметрами называть аргументы допустим позиционный позиционным и понимать что под позиционным понимается обязательная передача аргумента следующий на следующем этапе понимания что происходит да на самом деле происходит то что человек начинает код видеть каким образом да ведь функция это ими ими значение все get то есть запрос к одному объекту object если это джанго то это понятно либо страница либо там может быть pdf да все что угодно или вернуть 404 когда ставится позиционный параметр значит он ставится здесь не случайно иными словами когда начинается рассуждение и эти рассуждения записываются то в конце концов мы приходим к тому что мы начинаем то что мы назвали так как он называется в языке начинаем это запоминать и ориентироваться в этом и на самом деле всегда эти вещи обозначают строго определенные вещи и все их немного это база следующее если бы он продолжил работу с функциями да то есть все что здесь описывалось выше вызов и проделал бы задание которое как раз таки я и дал ребятам школы именно даю всегда ребятам школы для наработки как к тому же Сергею Филькину да ну я показывал вам да его так вот не так много вариантов оказалось бы оказалось бы что если бы он прописал примерно за это время около двухсот функций то у него был бы один из вариантов применения это создание переменной давайте подумаем ведь опять банально просто это на самом деле не повторение а просто отсутствие банального опыта просто человек не знал что делать но ведь это все опять логически опять вернемся к документации у нас есть функция есть объект да вот джанго написано в этом стиле просто выгодно писать все в джанго да вот смотрите если мы хотим применить функцию второе а теперь думайте головой да вот ведь проблема здесь не в том что не понимаю как применить документацию я просто не знаю как применяется язык в принципе потому что я повторяю а что вот это обозначает ну подождите ребят вот это и есть то то знание что значит понимать язык и что он делает здесь возвращаемся описывать наработки применение функции пункт первый как переменные для использования в следующих конструкциях но ведь это же очевидно вот если бы он потренировался то он бы понял но это на самом деле довольно очевидно вот наша переменная пост да вот у нас есть функция джанга getobject org 404 я напишу первые слова ну и там далее да давайте мы думать мы хотим извлечь вот у нас есть база данных где находится определенное количество страниц бла-бла-бла вот они там определенное количество страниц там да расположены здесь тоже разные страницы но я так отбалды нарисовал да теперь мы начинаем соображать есть ли есть база тут уже нам надо некоторые знания базы данных что каждая запись имеет свой ID теперь мы думаем нам надо выбрать отсюда и если мы откроем джанга ведь джанга все функции пишутся одинаково по шаблону по другому то тут хрен напишешь ребята ну берем документацию сейчас берем выборку объекта да и так большинство библиотек вот у нас методы которые нечто делают ну каким-то образом выбирают да с базы данных вытаскивают то что нам надо как нам применить этот метод любой из этих методов вот это не опять не применение документации это просто не умение работать с функциями то есть в данном случае я опять этому парню говорю что надо подтягивать работу с функциями в конце скажу вообще как это сделать лучше и тут мы приходим к простому выводу если я хочу использовать брать да то есть сначала я думаю мне должен быть метод потом я хотел бы выбрать выбрать при помощи выборки вот отсюда все выбираем если я поставлю функцию напрямую мог бы поставить мог бы поставить значит она будет выбирать только в этот момент если я пишу приложение значит мне проще что сделать взять переменную а это уже работа с функциями python а можно ли переменные использовать для функций в python можно а почему а как это называется а в каких случаях это используется а это случай распространенный и если вот эту информацию он знал у него бы не возник вопрос он бы рассуждал не от того что писать а у меня есть база у меня есть метод мой get object и у меня есть метод выборки значит мне проще создать переменную который присвоит значение этому методу теперь эту переменную я могу использовать напрямую с выборкой а здесь допустим фильтр метод что здесь есть документации да в том то и дело что сам вопрос который поставил данный парень и спасибо ему просто не всегда понятно просто майпос сегодня ваша система работы с кодом идет нахрен и вы сами это поняли да от вас подальше если вы продолжаете дело в том же духе всегда будут вопросы а сегодня я эту систему для вас сломал вашу да и проблема ведь не здесь не в этом и не в документации в которой скорее всего вы не знаете что смотреть а в том что ваш подход к обучению не прошел проверку да и как относится к документации вот этот метод присваиваем перемены а не как это называется знание языка программирования python и так же можно поступать в абсолютно любых языках открывайте java script открывайте c plus plus открывайте там dart открывайте любой язык этот метод присваивания переменной функции или методу он будет везде вопрос почему вы его не знали потому что вы к нему не могли прийти потому что если повторять просто чужой код и делать то к нему вы просто не можете прийти так как это не ведет как вы видите к пониманию языка ведут абсолютно другие вещи вот для вас конкретно в вашем случае в вашем случае вырисовывается изменение вашей стратегии работы да с языком я ведь по школе что я им что-то показываю да ребята сами разбираются оказывается могут направить надо моя задача всегда в школе какая показать человеку где у него стоит тормоз где он не понимает чтобы пошло в данном случае исходя из вашего вопроса вы топчетесь на месте и ищите выход как правило выход банально простой в вашем положении если вы немножко пишите код достаточно 2-3 месяца поработать в другом режиме и вы будете писать банально и просто и дело здесь ни в каких-то способностях и я могу это доказать ведь вы когда идете в магазин скажите ходите в магазин 100% да так это сложнее надо купить список составить либо запомнить надо выбрать маршрут надо выбрать магазин надо сориентироваться на самом деле если вы начнете свой путь и свою работу в магазин переложите все в докод получится несколько страниц с кучей там операций if else с исключениями и это все программирование то есть то что вы соображаете что делать это да разница в том что у вас жизнь это одно а язык это другое а надо всего лишь начать рассуждать обычными простыми задачами попытайтесь перед тем как задачи делать да разложить что вы то хотите сделать и все ставить на места ведь все банально просто вот этот метод у вас уже должен быть записан и вы уже должны после занятия идти и тренироваться и уже хоть что-то у вас будет отработано и это можно будет применить приведу немножко более сложный пример но довольно просто как вообще на чем основан принцип изучения языка программирования Python или любого другого один фрагмент то есть вот здесь у вас получается описывать применение функций да на самом деле здесь тоже может быть куча вопросов какие функции да как делать что нужно вообще что понимать под изучением действий под функциями а вам не надо весь язык вам надо всего лишь 4-5 вариантов но вы их должны видеть видеть в любом исходном коде нельзя так не бывает если мы что-то понимаем в языке открываем исходный код и вдруг там не понимаем это я наверное в конце в конце да пару слов так вот если у вас будет применение функций хотя бы несколько вариантов потом вы будете наращивать сначала вам надо 4-5 вариантов но полностью отработано но давайте возьмем на очень простом примере как раз давал задание вот поэтому да запускаем программу переместим меня там да самая простая вот эти видео здесь находятся но сейчас мы взглянем с другой стороны там нет этого видео да крутой Python да что вам надо дописать ваш план планка понимаете вы разницу между просто нужно понять или я хочу взять планку так вот если вы будете брать книгу которая написана для новичка да и пытаться делать там какие-то приложения то опять же программистом вы никогда не станете пока не измените подход первое правило которое надо поставить вот это эти уроки это взять планку вот здесь простые уроки как вы увидите с уроков я вообще документации не бываю там мне проще работать просто с исходным кодом так я хотел этот файл дать сейчас секунду вот эти уроки да посмотрите да всех разные рекомендации но хромает как правило одни и те же вещи просто одни понимают одно другие второе но давайте дополнять итак что нам надо еще изменить с вами в данном случае видите вы написал вы их должны видеть в любом исходном коде то есть выбрать планку я не знаю как вас зовут мой пост да вот реально вопрос вы задали прекрасно поэтому так как этим вопросом возникает у многих ребят но сейчас в данном случае я помогаю именно вам да за этот вопрос так вот смотрите только вы можете принять решение принять решение повысить план начните хотя бы вот с этих видео и начинайте работать исходным кодом здесь вам хороший совет вот здесь мы говорили о чем считывание на лету если вы будете заниматься параметрами ближайшие три недели то через три недели вы откроете и у вас станут вопросы когда что это вы будете понимать дальше пойдет развиваться с этого чтение файла и понимание файла начинается с параметров и это относится к любым языкам программирования к любым вот здесь мы вам в конце я чтобы не забыл я могу что-то упустить просто когда в школе ученик долго занимается да вот здесь мы первый пункт первый пункт больше не надо потом я расскажу теперь смотрим выбрать план и мы говорили что же понимается в методе мы с вами запустили только что окно а теперь давайте возьмем чтоб мы могли в функциях записать функция обратного вызова вы найдете кучу вариантов некоторые я в интернете видел правильные но если мы будем работать с жанго ну давайте посмотрим где-то оконный интерфейс так запустим это джанго то что мы делаем в школе да где-то здесь ага и просто не то не то вот это нам надо теперь удалить сейчас мы отключим смотрите принципиально чтоб понимали мы сейчас зайдем во вьюху найдем дитиль вьюх и уберем пк теперь мы можем запустить оно запустится мы войдем сейчас мы это еще пишем все дискуссии но когда мы ой все посты но когда мы попытаемся открыть пост мы получим исключение если мы начнем просматривать само исключение то мы увидим опять же такую вещь response rapid kelbec request kelbec arc kelbec quarks иными словами функция обратного вызова то есть смотрите как я вам уже подсказал сейчас в нашем с вами примере то есть легко вырисовывается как изменить конкретно вашу ситуацию иными словами применение функций это были общие слова здесь мы конкретика да метод один метод один переменные как функции метод два функция обратного вызова функция обратного вызова при этом большинство людей будут это изучать не так как ну вот смотрите два еще три найдете и уже сможете это со временем писать довольно хорошо а потом расширится но просто я вам показал то что что происходит зачастую люди здесь два вопроса мы можем даже открыть это у нас джанго коры хангл ханглер то есть обработчик базы да коды джанго джанго и нам надо обработчик базы пай 197 строка дальше я я сейчас объясню смотрим здесь интересная вещь они просто назвали да да и что делают ребята ищут что такое колбеки в документации колбеки здесь дела то нету изучать то другое надо но я сейчас расскажу на картинке что делает джанго нас 197 строка интересует трай пытаться получить ответ дальше а почему я говорю что учитесь у джанго разработчиков смотрите они даже назвали завернутый обратный вызов то есть они конкретно знают который проверяет аргументы которые должны быть в ответе да теперь давайте нарисуем что это получается за все банально просто вот наша функция вот сайт а вот промежуточный слой иными словами как проверить вот это наша функция вот наш сайт а вот смотрите пользователь открывает страницу вот он ее открывает значит что что делать разработчики джанго они создают промежуточный слой то есть он срабатывает до открытия страниц называется милдвер и его задача проверить корректность пути то есть запрос да сам запрос что пришел ответ от сервера и так далее но его возможность проверить и правильно ли заданы правильно ли оформлены сами методы и вот здесь когда мы открываем мы четко понимаем что мы убрали ПК иными словами когда отрабатывает функция getObject 404 она не находит обязательного позиционного параметра который требует передачи обязательного аргумента ID ПК ID это каждая база данных имеет свой ID то есть любая запись расположенная в базе имеет свой номер как и любой элемент в любом языке ПК это первичный ключ просто пишет ПК так принято так понятно он делает то же самое что ID присваивает номер но со стороны Django мы говорим что ID присвоено значение ПК и все сгрузаем на Django мы мы говорим вы не забывайте о функциях обычно обратного вызова как это изучать и что в них надо было понять на самом деле все банально просто проще паренной рэпы так вот увидев вот этот промежуточный слой начал колбек отрабатывать он увидел что здесь ПК нету ПК нету то есть нет одного позиционного параметра который требует функция понятно что срабатывает обратный вызов обратный вызов и мы получаем исключение второй момент который я показывал совершенно другой это был графический интерфейс но тут тут тоже когда мы писали мы напрямую писали сначала функцию обратного вызова видите да есть ли разница в работе функции обратного вызова Джанго и здесь разницы нет просто вы можете не знать этот принцип поэтому опять дело не в документации а в том что вы выбрали неправильную тактику всего лишь я вам сказал вы выучите пять вещей ну что ж давайте 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 теперь разберемся все таки это я вам рассказываю принцип да совершенно который вы увидели он применяется на практике мы восстановим назад ПК но сначала мы все таки кое-что еще посмотрим здесь дальше у нас здесь рассматривается да то есть вот журнал работы Джанго смотрите callback да то есть сама функция post detail view она работает нормально так как мы видим id то есть место в памяти в данном случае мы рассматриваем как объект это то что я рассказывал в предыдущем видео мы смотрим перед нами объект этот объект у нас функция обратного вызова дальше мы видим callback arse у нас пустой quarks что у нас ПК страница восьмая то есть номер восемь она у нас и не открывается то есть это именованный у нас параметр далее мы начинаем читать где очень четко написано то что я вам говорил про промежуточный слой только я не пойду рыться мидвер метод то есть это то что есть промежуточный слой дальше мы читаем bound метод связан и дальше мы можем докопаться до самого процесса который будет проверять вьюху процесс вьюх вот он дальше мы видим что джанго отлично знает сам url запрошен был пост восемь абсолютно верно мы же его вот пост да то есть то есть мы его как раз таки и делали идем дальше ответ нет ответа абсолютно верно self то есть имеется ввиду конкретный объект так как контролером выступает джанго то мы видим где искать причину если нам чего-то там не хватает джанго кори хендлер в сжи в сгаи хендлер то есть в сгаи хендлер вот там мы можем поискать сейчас причину что у нас должно было вернуться что не вернулось ну на самом деле здесь джанго сделала все для тупых здесь нам вот для Бовсуновского тупого написано грубо говоря Бовсуновский ну что ты придурок что ты пк-то убрал я я объясняю я парню хочу объяснить что ты ко мне прицепилась но оно говорит это я шучу на самом деле вот чтоб не мучить нас они писали что а теперь что вам надо было бы понять функциях обратного вызова которые везде применяются как она применилась вот смотрите возвращили назад пк все страница отразилась когда и теперь мы открываем и думаем так что же такое функция обратного вызова что мне надо было понять вот это наша функция вот она функция обратного вызова всегда состоит из двух действий действия раз в этом ее и смысл и действия два вот это у нас будет зеленым мы будем менять итак вот что такое понимание языка итак в чем же смысл функции обратного вызова а в том что функция еще раз повторяю обратного вызова имеет два действия действие номер один сама функция сама функция вот давайте на более простом примере я специально открыл сама функция в данном случае давайте я объясню так а потом покажу на коде вот это кнопка 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 чтобы написать кнопку это тоже надо написать какой-то метод или функцию смотрите действие первое у нас отвечает за функцию кнопки то есть в данном случае оно будет пусть кнопка нажата вот если кнопка нажата и действие закончилось успешно полностью вторым этапом идет вызов другой функции как аргумента но не но именно функция отрабатывает то есть и первая и вторая функция отрабатывает полностью если же первая функция не отработала полностью то выводится будет выведено исключение вторая то есть вызов что должно следовать после кнопки никак не произойдет и в кнопке и как мы рассматривали с Django используется этот один и тот же принцип мы убрали ПК с функции то есть метод работает неполноценно он не знает просто у него нет ну представьте страница вроде есть но мы не указали первичному ключу что переменный первичный ключ не могло было быть присвоено значение страницы 8 поэтому эта задача была первый шаг найти эту страницу и вернуть ответ то есть получить от сервера ответ 200 страница есть все окей и промежуточный слой пришел пока страница ага окей тогда пошла работать функция обратного вызова то есть пошло работать дальше страница показывается и в кнопке то же самое кнопка нажата отработало нажатие кнопки теперь выводим что по кнопке так вот вам надо было изучить в этом моменте вот этот сам механизм скажите я что-то сложное сказал нет и как вы увидели работает он везде одинаково после этого немного тренировок и мы можем применять функции обратного вызова абсолютно в любом языке везде они будут работать одинаково везде а теперь вопрос относится ли это к документации нет относится ли это к пайтону нет а к чему это вообще относится да это вообще относится к общему функциональному программированию и работает одинаково во всех языках поэтому здесь мы могли бы еще дописать вам подключить второй язык по минимуму только тогда вы увидите разницу тогда именно тогда вы увидите разницу что да синтаксис разный но почему-то функции обратного вызова есть и в javascript и в dart и в c++ и в c и в go и в python и работают они одинаково и это бы у вас отлажилось понимая этот механизм вы можете применять эти знания разобравших них один раз теперь какое это отношение имеет документацию какое это отношение имеет к повторению кода никакого вы просто на самом деле не знаете как изучать язык вот Бовсуновский вам рассказывает ну тупой Бовсуновский запомните я это через 9 лет понял только в 2017 году наверное а вы вот сейчас поняли я буду рад если вы начнете это применять пока думаю хватит конечно можно было план посерьезнее сделать да но тем не менее у вас уже появились конкретные пункты что вам делать как начать менять ситуацию к тому чтобы писать это называется экспертный подход именно таким подходом я занимаюсь в школе видно сразу легко что у человека страдает по коду по описанию кода и так далее так же кому интересно приходите очень много можно почерпнуть у других ребят которые делают в группе кто активно кто-то сам занимается за другими повторяет все по разному еще есть уроки и уже чтобы быть закон чем-то эту картину давайте откроем тога и поймем если вы хотите действительно серьезно заниматься языком вот что отличает программиста хорошего от профессионального человека который просто повторяет код и никогда писать не будет но теперь я надеюсь вы измените подход это 100% я в этом не сомневаюсь потому что все с кем я общаюсь подход меняют потому что в этом и есть задача а вот смотрите вот тут я вам показывал тут я вам показывал саму кнопку которую мы писали да кстати вот мы писали допустим до оригин менять позицию позиция начальная 0-0 а потом мы идем дальше просто покажу здесь вот смотрите то что я вам и рассказывал вот смотрите он пресс кнопка нажата присваиваем значение сельф до оригин то есть то что мы написали является функцией обратного вызова если бы кнопка как-то не отработала то ничего не получилось но тем не менее есть еще один секрет но это уже более профессиональный на будущую вашу работу это тога приложение не джанго и мы перейдем тога и возьмем обратить внимание и здесь хандерс потому что этот человек один из ведущих разработчиков джанго поэтому он сделал все банально просто тога составлена по принципу джанго что очень удобно то есть вот вы сейчас увидели что оказывает писать приложение очень классно как при помощи обработчиков уже вам метод в руку и здесь можно посмотреть вот берем виджеты берем обычный баттн берем обычный баттн смотрим на что на импорт и видим from тога хандерс импорт оберка короче оберка и далее смотрим на оберку и как вы видите в документации вы найдете функции обратного вызова но сейчас мы движемся глубже на самом деле ведь функции обратного вызова каким-то образом пишутся и здесь мы уже в чистую смотрим что а как профессионал реализовал функцию обратного вызова для этого нам надо просто-напросто сделать вывод ага нам надо разобраться с дескрипторами то есть по крайней мере здесь нам опять понятно то что Бусановский говорил параметры дальше здесь все написано как что возвращает дальше у нас идет обычные методы то есть мы изучаем атрибуты и плюс изучаем дескрипторы поле после мы переходим в обработчик в обработчик где он делся так он вот там был где-то вот тут тога и здесь будет обработчик и здесь мы видим что нам надо разобраться с синхронными вещами всего лишь да то есть обработчик тоже совершенно простой при этом мы видим что делает обертка я сейчас не буду это разбирать но сам вопрос разобравшись с вылетело слово вот это вот которое я хотел бы сейчас сказать туда обратно асинхронный да просто с асинхронностью да с асинхронной и по этому принципу вы уже научитесь реализовывать сам обратный вызов потом документации будете писать в джанго это там немножко по-другому в джанго там промежуточный слой но потом и он станет понятен то есть наступает этап кроме кроме когда мы занялись например вот здесь обратным вызовом то у нас один из пунктов о реализации ведь скорее всего большинство вообще что такое обратный вызов не понимает но сейчас дубы будут понимать второй момент они смотрят как использовать а третий момент хорошо бы вообще научиться реализовывать обратный вызов вот это тогда придет настоящее полноценное понимание обратного вызова и будет работать уже во всех языках до тонкостей скажите это это сложно просто я объяснил что надо изучить для конкретной вещи вот таким путем почему-то документация становится понятной но все эти вещи они правильные а начинать надо то что я даю школу с функциями с простыми вещами и всем я даю разные задания нельзя на всех дать задания вот делайте то понимаете да у большинства людей проблемы с параметрами но с какого момента вот у человека затык вот эти вот мурашки в голове да вот именно как человеку показать вот тут есть индивидуальный только подход надо смотреть на его код поэтому учитывая что я вообще не готовился но теперь вы поняли что кроме работы с продуктом я ни в коем случае не говорю что этого не надо делать делайте вам необходимо выстроить работу именно с той точки где ваш тормоз а тормоз я в данном случае вам показал да откуда надо рыть и в таком случае можно через полгода уже начать писать это вполне реально кому интересно есть доступ обычный да но большинству хватает общая группа есть индивидуальная даже не буду показывать что это очень дорого но большинству ребят хватает просто работать в группе было бы желание направить я направлю да и и ребят скажите я что какие-то иностранные умные слова использовал да нет скажите я что-то сложное сказал да нет просто напросто вот именно само самого понятия а как мне поступить как правильно подходить к языку и нет у ребят поэтому кто-то идет на переполнение стека кто-то начинает повторять приложение оно авосы ныне там а вот с таким подходом получается совсем иная ситуация мы действительно начинаем расти почему потому что нам самим рост должен быть видим каждую неделю но на самом деле я здесь написал очень много вот даже по этим пунктам можно делать очень много кропотливой работы да то есть совершенно полностью изменить свою жизнь но при этом выступает совершенно иной фактор вот это правило для программирования потратить там 10 тысяч часов оно не работает ребят важно не тратить а инвестировать время в правильные вещи в программировании работает что то что надо изучать правильные вещи то есть как правильно изменить подход по отношению к тому вот что я сейчас делаю да и если человек начинает дело хотя бы вот в этом направлении то понятно что через полгодика он будет функции писать совсем по другому но там что там придут у нас атрибуты там начнутся новые на другом уровне хотя скажу что уже на том уровне новичок будет на вас смотреть как на бога ни хрена себе пишет обовсиновский скажет что охреново потому что атрибуты надо не классы мне писать а расскажите ко мне что такое атрибуты вот тогда вот у вас на места и классы станут а до этого еще надо делать кучу работы чтобы работать с функциями ума много надо да вон они написали как писать из чего писать а что там ума не надо вы можете прямо сейчас себе две вещи простые представление вот что вам сейчас надо на первом этапе if else мы как раз с вами это видели да try except больше вам ничего не надо вот эти четыре конструкции которые могут быть изучены в любое время которые будут у вас составлять основы тела функции вам их достаточно вполне чтобы написать код любой сложности то есть с телом функции тоже разобрались ну и так далее можно много говорить я надеюсь что я помог спасибо скажем вот этому парню за его вопрос и помог многим кто сегодня на перепутье таком приходите в школу и потихоньку занимайтесь вот и все и все получится причин чтобы не научиться писать или не получилось программировать я просто не вижу но нет если все расставить в свои места все спасибо за лайки кому кто хочет как-то поблагодарить что то поделитесь этим видео ну и что сейчас потихоньку делайте даже если будете медленно делать и по чуть-чуть там по два по три часика пусть там два-три дня в неделю то результат будет потому что вы делаете то что надо а что надо заканчиваем на этом а потому что открываешь файл а там что методы 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 везде методы либо функции так наверное с ними то и надо разобраться ведь кот же кричит разберитесь ну и изучить десяток технологий функции обратного вызова значит есть функции высшего порядка это все языки практически то есть ну не так то и сложно их не надо много вот и все и пишем а дальше потихонечку будем расширяться но уже будет база спасибо спасибо